Дорогие друзья и ценители искусства, не хотелось бы прятать этот чудесный роман восьмого класса в стол. Озвучу несколько самых эмоциональных моментов. Прекрасный меч тамплиеров будет сегодня охранять меня и защищать от похитителей моих неологизмов и творческих идей. Сегодня я нахожусь в прекрасной вуале, которая символизирует воспоминания о былой любви, а Павлине Перо не нуждается в представлении, раскрытии смыслов. И так все понятно, почему оно там. Я начинаю новый дневник, спешу обрадовать себя. Я больше не люблю Димочку, я люблю Володю. У него кличка есть «Металист нашей школы». Он ходит в гриндерсах черных, в обтягивающих черных джинсах, в футболке черного обтяжку с белым рисунком. В правом зачеркнутом левом ухе сережка. У него от висков до подбородка идет линия щетины. Когда улыбается такой чаровашка. Он чудесно поет и играет на гитаре. Любит кино, то есть Виктора Цоя. Любимые песни его и моя тоже звезда по имени Солнце. Мне еще нравится «Восьмиклассница». У меня кличка в дворе есть. «Восьмиклассница по имени Солнце». Я начинаю писать новый роман «Вова Чума». Евгений Онегин в «Оплоти». О, милый мой, Володя, понимаешь, но все-таки меня совсем не знаешь. И ты меня давно не замечаешь. В то время, как любовь моя росла, она окрепла, встала, расцвела. Направила свои все силы, чтоб страсть твоя к другой остыла. Но у тебя любовь не просто то, что бывает маленького роста. Она безмерна, безгранична, сильна, красива, романтична. Попытки все мои напрасны. Но ты, Владимир, все ж прекрасней парней других моих друзей. Люби, мечтай и не робей. В своей душе покой и мир найди, какой сейчас царит в моей груди. В груди мастера слова и клинка, конечно же. Так, люблена или люблю, вот в чем вопрос. Как все-таки изменчива любовь. Вчера казалось, что его ты любишь, но вдруг сегодня, встретив своего Ромео вновь, и предыдущего ты сразу позабудешь. Но существуют разные понятия. Влюбленность и любовь. В чем же различие? Зависит смысл их от восприятия. И речи быть не может о приличии. Влюбляться можно десять раз на дню. Любовь шестроится годами. Любовнику не скажешь, я люблю. Любимому ты скажешь со слезами. Не каждый понял эти строчки ясно. И объяснять их, к сожалению, смысла нет. Любовь и сон, а сон это прекрасно. В любви желаю всем, одни их только побед. Мальчик по частям. Глава 23. Какой-то разврат, разврат. Так, ладно, пропустим это. Ой, какое детальное описание. Какие великолепные познания в анатомии у меня были. Просто досконально. Каждый сантиметр описан. Телепатий на любовной почве. Так, это очень банально. Ох. Кино и Виктор Цой. Глава 29. Виктор Цой певец красивый, голос чудный у него. Не могу свой пыл ретивый выдрузить на одного. Стала слушать я кино по совету металлиста. Просто я люблю его. Хоть и строит он артиста. На концерте ВОДК пел Володя песню Цоя. Познакомиться пока не дает борзая воля. А сегодня я узнала, что живет Володя близко. В сердце искра засверкала. Не послать ли мне записку? Глава 37. Все-таки страсть. Какой юный философ. Понятий, как о счастье, так же много. Перечислять их мне не хватит сил. Страсть можно выплеснуть легко, как демонстрируешь ты счастье. Но лишь бы он только тебя любил. Тогда порыв сольется вдруг с другим порывом. И понесет вас на другой конец земли, на парусах, на полный ход. Стремите счастье покорить и страсть свою не заглушить. Наоборот, разжечь костер в душе лишь может по-настоящему влюбленный. Но спички, которыми он сможет совершить любовь, хранятся в разуме, который все это время был оглушен старухой страстью, которую нельзя преодолеть. Как ни старайся, со страстью можно лишь дружить. Но это не мешает нам любить. Какой высокий слог. Какой полет чувств. После фото. Я совершила героический поступок. Написала письмо, то есть стих, и повесила его на стену. Вся школа его прочитала. Но Сергей Витальевич его снял, и мне настал конец. Все-таки я хочу с ним больше дружить, чем его любить и встречаться. С ним можно поговорить. Музыку мы слушаем одну и ту же. Любим кино, пилот, сектор газа, арию, киш. Я еще сплин. Короче, мы любим русский рок. Мы с ним не гопники. И это главное. Он не уважает Квин, что ли? Доброе утро, последний герой. Разговор по телефону. Номер два. Значит, там еще был номер один. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. А, стих без названия. Написано «Красная ручка», значит, о чем-то очень важном. Невносим мне этот плен. Мне не сломать высоких стен, которых в жизни я встречала ни две, ни три. Им нет начала. И мне казалось, что я одна между них осталась. Что не могу найти ответ. А нет, не нужен ваш совет. Ответьте кто-нибудь. Ведь я не пожалею себя. И не оставить ни следа, ни строчки о моей беде, Которую устала врать звезде. Любви моей и та погасла. И не могу ее зажечь. Хочу пути преодолеть. Но все напрасно. Поэты спорят, что прекрасно любить, творить и просто жить. Но как они могли забыть, что не всегда любовь взаимна, Зато чиста, нежна, наивна. Как будто маленький цветок, который радуется свету, Теплу и ласке огоньков, Ночных и шуму ручейков, В которых жизнь идет по кругу, От друга к другу, К другу, к другу. Но где же друг, скажите мне? Уж не исчезли он в огне, Которая разожгла ему любовь. Я потеряла друга вновь. А так хотелось с ним дружить, Хотелось мне его любить И быть любимой В ответ на строчки моего стиха. Но жизнь моя не так легка, Как может показаться человеку, Который в жизни зарядил себя советом И портит, искажает жизнь другим. И не чужим, а ведь своим. Совет его однообразен, глуп. Помочь ни в чем не смог он. Никогда. И это все же ерунда, Который свет не ведал ныне, Не говоря уж о латыни, Язык, в котором тайна, Есть народов. И разгадать ее под силу Лишь немногим. Стих написан на английском В раздевалке. Прогуливала либо дежурила.